Как называются ваши инструменты, из чего они сделаны и откуда вы умеете на них играть? Как вы научились? Это инструменты народные, духовые характерные в наших народах, живущих в Южной Америке, в горах Анде, в Эквадоре, Боливии. Наши инструменты сделаны из разных природных растений. Бамбук, дерево, косточки, семенами, кожа. И вот эти инструменты, как сделаны из природы, являются звеном между человеческим чувством и окружающим средством. И поэтому через них мы можем выражать состояние души и передавать положительные отношения, когда мы исполняем и реализуем наше творчество, которое делается на фоне нашей народной музыки и нашей народной традиции. А делаете вы сами их? Кто их делает? Некоторые инструменты делаем сами по потребности в музыкале. Некоторые делают мастеры. Мастеры, которые живут у нас и друзья нашей в Южной Америке, в Эквадоре и в Боливии. А музыка, которую вы исполняете, это чисто народная или это какая-то аранжировка, обработка, или это ваша авторская совсем? У нас с начала третьего года мы исполняем такую жанру, народный, чисто народный. На этих народных мы исполняем свои собственные авторские, тоже народные, принадлежающие наши как народные достояния. И было придумано нами, вот на этих инструментах, на фоне творчества, народность, украшать некоторые мелодии мировые, которые слушают везде и всегда. Это как элемент объединения, поскольку эти мелодии, и особенно когда играем с нашими инструментами, они являются какое-то своеобразное понимание, что мы как одни. Всем понятно и всем нравится? Всем нравится, естественно, да. А расскажите про украшения. Я понимаю, что это символы какие-то, да? Что это символика, что вот перья, что это означает? Естественно, это благодаря этому замечательному мероприятию, которому сейчас является Мир Сибири. Мы можем представить народно-творчество ремесленников, студиорческих коллективов, людей, которые занимаются этим делом и с целью сохранения и отземления нашей культурной оценки, которая есть в Южной Америке. Поэтому каждый предмет, который сделан с руками и особенно вкладывает душу, это значит определенный энергетический источник для того, чтобы мы смогли чувствовать себя равновесиво и нормально и хорошо. Поэтому, как я повторяю, как звено между тем, что у нас есть в окружающем и тем, что мы можем окружать. И самое главное, что все эти предметы, они украшают. Они создают положительную атмосферу, положительную атмосферу, когда мы находимся где-то и в местах, где они расположены. Поэтому эти предметы сделаны из натуральных токанов, это есть природные растения, есть украшенные жидкости естественные, которые выделяются из некоторых веществ, как эукалифтус, лимон. И все эти вещи создают определенный момент, который наслаждается. И мы наслаждаемся, который может украшивать любое пространство. А почему в вашей культуре именно вот этот круг, это что, солнце символизирует? Или что это? Круг и период, что это означает? Как и у наших народов, и как и у любой коренной народ, который живет на нашей ере, любой народ, который имеет свои предки. Вот, если вы замечаете, везде присутствуют знаки движения. Это само представление о жизни, эволюционный процесс, который испытывают из предыдущих лет, как из наших предков. Поэтому все эти знаки выражают, что мы должны всегда пойти по эволюционному процессу. В среде этих знаков вы не найдете ни одного мертвого знака, потому что жизнь – это постоянное движение. Это жизнь, это процесс, который идет всегда дальше, как и само вселение. Поэтому все круги, которые вы видите и наблюдаете, это представление вселения, могучего, которое есть. И теперь мы, как маленькие капли мы живем. А у вас, может быть, в вашем творчестве уже немножко каких-то русских мотивов закралось, нет? То есть вы еще не успели перенять какие-то ноты, скажем, мелодии? Ну, конечно, это глубокая народная русская музыка. Это есть такие элементы, которые мы встречаем. Ну, а самое главное и очень интересное наблюдение и вывод, что когда мы играем наши мелодии, со зрителями, со слушателями автоматически создается положительный поток, который севелит душу, и получается один очень истинный момент, как встреча в себе может быть, который выражается в разных чувствах, и оптимизм, и хорошее чувство, и многие нюансы, которые вот нам тоже нравятся, и вот люди, которые нас слушают тоже. Поэтому это положительный поток, это взяемый звезд, как и созданный космос, это взяемый звезд между всеми элементами, которые создают. Ну, вроде все. Ничего не забыли мы с вами. Поздравляем ваш город, организаторов, всех жителей и Красноярского края за то, что вы соблюдаете традиции. И несмотря на то, что сейчас называется это мероприятие «Мир Северии», видите, как люди пришли, потому что мы знаем все, несмотря на эти искусственные нюансы, которые есть, мы знаем, что у нас в это время года есть место встречи, и это является вашей замечательной ощущением. Спасибо, Луис, большое. Welcome. Welcome. Thank you very much. Hasta la vista.